как вы видите по комплектации это шокирует в хорошем смысле этого слова потому что здесь есть очень много много различных приспособлений для того чтобы максимально использовать камеру здесь есть ремешки двух длин специальные шнурок usb mini usb для зарядки есть чехол но чехол это в общем-то пакетик такой также есть крепление такого типа который вы можете крепить например на велосипед если вы прям экстремал экстремал есть у нас зарядник естественно куда без зарядника и немаловажная вещь например если вы наверно путешествуете много по странам а эти какие-то хорошие экшен видео к зарядке есть съемные вилочки есть крепление вот такого типа для изогнутых поверхностей с запасным скотчем еще скотч также есть крепление прямого типа и изогнутого вот такой формы имеется очень симпатичный штатив который гнется везде и всюду к слову если вы купили gopro какой-нибудь последней версии и попытались бы докупить все это то у вас бы ушло порядка 7 8 итак друзья пока я распаковываю я посвящу вас в то чего вообще там внутри есть смысле в камере какой какие железки какая матрица в общем то нет матрица для видео вполне хватающие это 5 мегапикселей и фокусное расстояние объектива 2 и 8 миллиметров то есть он ширик он очень много даже шире захватит очень много пространства и вы не упустите ничего не своего вида камера умеет писать получите то есть и 1080p стабилизатор изображения к сожалению в камере нет уже к экрана нет но как мы знаем в экшен камерах это не минусы это не может быть минусом при 1080p камера пишет 30 кадров в секунду при hd просто выводе 30 кадров в секунду запись ведется формате h264 или в mp4 камера сделаны вытянутая здесь мини площадочка вот она задняя крышка кстати кнопочка для вай-фай здесь так и написано вафляй вафляй здесь также лог есть который мы открываем поворачиваем крышку влево снимаем ее легким движением руки и тут собственно находится весь пункт управления вот он этот модуль вай-фай здесь написано имя сети которую он создает и также пароль пароль здесь простой от единицы до девятки что есть на заднем на задней панели это смотрим значит это слот для карты памяти карточки micro sd здесь используется микроскопические но таких девайсах она и нормально засунься засунься здесь есть vi вход hdmi вход вы можете к телеку подключить есть сброс настроек резет можно резетнуть камеру мини usb также который используется для зарядки и тумблер переключателя меня режима full hd или hd в принципе 720 вполне хватает линза выполнена из хорошего стекла не мутного как в каких-нибудь дешевых версиях экшен камер а сам корпус выполнен из железа не очень большим преимуществом является то что например в gopro вам нужно какой-то дополнительный бокс одевать на камеру если вы хотите и если вы хотите отправить камеру немного поплавать теперь по интерфейсу здесь все тривиально просто здесь есть всего лишь одна кнопка и переключатель нажатием кнопки вы либо включаете выключаете камеру буквально 1-2 секунды то есть давайте мы включим включение камера завибрировала загорелся зелененький индикатор это значит что камера у нас находится в состоянии боеготовности можно так сказать для того чтобы вам произвести запись вам нужно всего лишь сдвинуть вот этот тумблер в сторону надпись рек камера также должна загудеть ну загудеть издать вибрацию появится красный индикатор это значит что камера пишет вот она загудела появился красный индикатор естественно мы сейчас еще возьмем и затестим эту камеру в воде потому что нельзя не затестить эту камеру в воде если уж она водна или того чтобы прекратить там запись нам нужно повернуть тумблер обратно бум загудела зелененький загорелся и запись остановилась также кнопка включения выключения используется для фото здесь даже нарисован фотоаппаратик маленький то есть в процессе съемки вы чик нажали здесь получили фоточку и и остались довольны я сделал тест и сегодня днем через окно чтобы посмотреть как при дневном свете камера ведет себя естественно при дневном освещении качество намного лучше потому что света достаточно а для камеры и изображением не шумит так сильно камере естественно есть модуль вай файл тестик мы его не будем потому что он понятный так работает время к тратить мы лучше сейчас заменим крышечку на обыкновенную заглушку и пойдем покупаемся с камерой вместе с резиновыми уточками